ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ведущий себя вполне одаренным, призванным к какому-то особому служению, творческому или какому-то иному виду созидания земного, как правило, не задается вопросом, зачем Господь меня одарил более других, а им что делать, а им как жить. Чаще такой вопрос является все-таки из среды двуногих тварей миллионов. Почему мы такие неспособные что-то сделать лучше всех других, чтобы привлечь к себе и благоземные, и признание человеческое? Почему Господь так несправедлив в отношении раздачи талантов? Почему людям, иногда кажущимся более легкомысленными, даются замечательная легкость стихосложения или композиторский дар? А тем, кто готовы, склоняя голову днями и ночами, над нотным станом пыхтеть, так бывают нечастыми. Посланы особые гармонические изобретения и мелодические открытия. В результате этот вопрос Сальери, почему талант, великий гений не в награду за труды, моление, верность послан, но озаряет голову безумца, гуляки празднова. «О, Моцарт! Моцарт!» — скрикивает Сальери, прежде чем принимает решение о необходимости остановить, отравить Моцарта, таким образом послужить некоторой справедливости, которая видится таковой его помраченной злобой и завистью сердца. Господь не обещает никакой уравниловки. И в притчах о талантах сообщают, что иному дано побольше, другому поменьше, иному вовсе один. В Евангелии нет притчи, где не было бы кому-то дано ничего не дано. Хоть один талант, но дано. Кому-то пять, а кому-то десять. А вот дальше большая разница между тем, кто употребляет эти таланты для преумножения, и теми, кто свой талант, какой не есть, а все же он, закапывает в землю и не прилагает усилий к его умножению. Правда здесь в том, что Бог, давая нам свободу от самого сотворения нас людьми, не вынуждает нас к определенному жизненному пути. Мы не признаем никакого рока, тяготеющего над каждым человеком. Дает нам подлинную свободу, но знает, как мы этой свободой воспользуемся. А потому не расточает даров своих понапрасну. Вручает их тому, кто сможет их преумножить. И, видя расположение, будущее расположение человека к жертвенному служению, он уже сейчас еще ничем не заслужившего может почтить теми дарами, талантами, которые и будут для него средством проявления своей доброй воли, своей любви к Богу, своего желания и готовности потрудиться еще прежде, чем явятся плоды. А дальше бывает уже прирост. Кто получил пять мнас, еще пять мнас на них заработал, кто десять, десять заслужил. И получают они в результате награду от Господа. Никакой благоразумный хозяин не дает, не вверяет казну царскую тому, кто ее может расточить. И послужит это расточение к большему его осуждению. Лучше мало получить, но ничего не растерять, чем, получив много, оказаться обнищавшим. Следовательно, получение талантов – некоторая большая ответственность. И сопровождается заостренным чувством долго этот талант приумножить. Люди, одаренные по-настоящему, одаренные от Господа, одарены прежде всего, и с этим согласятся все мудрецы всех времен и народов, одарены работоспособностью, неустанным расположением приумножать те свои дарования, которые, несомненно, не ими изобретены, но Богом вручены. А дальше получается разделение между сильно талантливыми и не сильно талантливыми, или вовсе бездарными. Но это измерение прежде всего касается работоспособности в приумножении того, что Богом дано. Иногда человек бьется, как рыба об лед, и говорит, я готов и день и ночь трудиться, дайте мне только результат, я их не вижу. Но ты не в своем направлении бьешься. Ты не на свою дорогу вышел, не по ней стремишься достигнуть совершенства, поскольку не на ней у тебя и способности-то проявляются. Достаточно очевидна, надо сказать, одаренность в всех или других направлениях у человека. Вовсе лишенных даров людей вовсе нет. Каждому сообщено высшее дарование, образ и подобие Божие, и устремленность к совершенству Христовой жертвенной любви заложено в каждой Богом сданной личности. Значит, сказать, что я абсолютно бездарен, это значит клеветать на Бога, даровавшего тебе великое и только Ему посильное сокровище, Его самого образ и подобие, твою собственную свободную волю, которой ты можешь, конечно, и пренебречь, но призван потрудиться в исполнении воли Божьей, которая открывается нам из обстоятельств самой жизни нашей и из тех склонностей, способностей, которые именно нам бывают присущи, и из ожидания окружающих нас людей. Иногда наш талант должен проявиться не там, где нам хотелось бы, а там, где мы приносим больше пользы, там, где от нас Он ожидается, где наше служение востребовано. И человек всерьез присматривающийся к себе и желающий исполнить волю Божью о себе сообразовывает свой жизненный путь и реализацию своих талантов с тем, что от него ждут, с тем, где он востребован. Согласитесь, в этом уже чувствуется дыхание жертвенной любви к ближнему, ведь мы к этому призваны. И все наши земные таланты грошем цена, если они послужили, не послужили ни нашему просвещению, ни просвещению ближних, ни их приобщению к благодатной жизни о Христе Иисусе Господе нашему. Это достигается и через земное служение, через служение милосердия, и через словесное служение. И любими путями, искренне и усердно служа ближним, мы реализуем свои Богом данные таланты. Но обратите внимание не то, что я хочу, не то, что ко мне привлекает богатство и известность, а то, что поможет мне в большей степени послужить ближним, реализовать свои жизненные силы на благо тем, кто рядом со мной, на их пользу душевную и телесную. Подходя с таким мерилом к вопросу одаренности, никто из нас не будет чувствовать себя ущербным, убогим от того, что не пишет стихи или не сочиняет музыку или не имеет острого и точного карандаша, отражающего линии окружающей жизни, замечательно правдоподобно. У тебя есть дар слова, у тебя есть дар сердечного сочувствия, у тебя есть какие-то физические силы для исполнения трудов. Конечно, если ты будешь мерить таланты по только временной и иногда совершенно незаслуженной популярности и материальным благам, которые сыпятся на некоторых счастливчиков, баловней судьбы, без больших усилий, приобретающих для себя много земных благ. Но надолго ли это? Но не приобретается ли это часто с повреждением душевным и с последующими трагическими развитиями судьбы человека? Несомненно. Только там, где следование воли Божьей, где умножение талантов ради славы Божьей, пользы ближних, есть и подлинное созидание для тебя самого. Потому дает нам Господь таланты по мере решимости нашей или в будущем являемой, или уже ныне имеющейся по приумножению этих талантов, по жертвенному служению, к которому мы готовы ради наших ближних и ради славы Божьей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok